всех приветствую уважаемые друзья сегодня вам расскажу как у меня сделана проводка в бане кабель значит заходит у меня через стенку кабель заходит в броне шланги идет на коробку которые стоят автоматы заходит снизу значит проводка вся выполнена проводом в вг полтора квадрата почему полтора ну брал запасом на всякий случай не помешает потолще значит выполнена в кабель канале кабель каналы подобраны под цвет дерева единство не мог найти развед коробки под цвет дерева но это можно будет заменить когда найдем значит что имеем в распределительном щитке вот вот это вот у нас идет это основной выключатель автомат на 25 ампер а то значит идет дифференциальный выключатель вот это и пошли на розетки на свет это идет обогрев слива воды из мойки этот автомат это розетка на улицу значит дифференциальный выключатель для чего поставил ну дома обычно ставится для защиты защиты проводки от коротких замыканий и утечки тока вот этот на 32 ампера у меня идет вот он вот он идет он идет вниз и под фундаментом пошел в мойку я потом вам покажу где он там находится значит проводка вот идет до двери сюда доходит и вот здесь здесь вот выходит она на веранду на веранде смотрим что у меня на веранде у меня два светильника светодиодных два светильника ну хватает хватает света одна розетка на выключатель больше здесь ничего нет вот здесь провод выходит оттуда засверена сверлом на 8 и провод заходит в кабель-канал пошел по кабель-канал на светильники на розетку на выключатель предбанники предбанник у меня 5 на 3 потолочный светильник вот и светильник настенный значит проводка вся выполнена в кабель-канале как я уже говорил ничего лишнего у меня нет вот под этой коробкой провод тоже сделано отверстие провод заходит под этой коробкой идет в парную дальше вот здесь вот тоже здесь сделано отверстие провод заходит в мойку мойку он заходит сейчас вот смотрим мойку заходит и прямо заходит светильник где и соединяется светильники герметичные светодиодные здесь у меня ничего нету никаких проводов никаких выключателей смотрим парилки в парилке у меня также ничего лишнего никаких проводов ничего нету провод заходит сам плафон плафон герметичный тоже светодиодный выполнено все вот таким вот образом ничего лишнего нету и кабель подходит один кабель вот сюда здесь значит у меня слив воды идет труба идет вот от этого сборника воды и она идет вот туда стенки труба на 50 обмотана на кабелем подогрева потому что зимой использую баню до минус 30 градусов поэтому слив на слив включается подогрев чтобы не замерзла кабель обмотан труба обмотана кабелем и идет туда в бочку и кабель тоже идет в бочку делается там прогрев самой бочки тоже что еще хочу отметить то что вот у меня здесь все выполнено на виду вся проводка выполнена на виду у некоторых людей я вел в интернете да и так заходя кому-либо в баню у некоторых видел что проводка выполнены вот эти вот соединения выполнены на чердаке этого делать не нужно потому что любые соединения имеют опасность для того чтобы за ними как-то хотя бы наблюдать или человек вдруг где-то что-то замкнуло или там задымилось загорелось человек должен ну это все ощутить увидеть понюхать так сказать поэтому проводку нужно выполнять если у вас одноэтажный дом или баня проводку нужно выполнять всю на виду чтобы она была выполнять вот эти соединения на чердаке а потом наводить красоту как бы с чердака ну скажем так спускается вот например раз на розетку спускается некоторые делают чтобы лишнего вот этого не было ничего да они просто с потолка спускается вот так вот и на выключатель спускается с потолка и на розетку скажем так вот этой всей разводки типа нету так как бы красивее считают но это красота она опасная понимаете потому что вдруг где-то что-то скрутка нагрелась замкнула там заискрила вы не увидите что творится у вас на чердаке поэтому выполнять нужно все соединения всю проводку чтобы она была там где находится человек если у вас есть мансарда или второй этаж можно можно ну и даже нужно выполнять все это на втором этаже так как там тоже должен должно быть и освещение розетки поэтому если у вас там ничего нету жилого я имею ввиду жилого жилой площади помещения на втором этаже не нужно там делать никаких соединений никаких развед коробок бронешлангов и прочее вот так вот сделано у меня проводка пользуюсь баней уже третий год ну что тут у меня включается предбанник как я уже говорил у меня 3 на 5 использую зимой и летом здесь предбанники включаю подогрев обогреватель 2 киловатта также ставлю здесь на веранде тоже ставится подогрев подогреватель ну типа колорифера тоже 2 киловатта вот для того чтобы быстро нагреть помещение ну а парилку и мойку нагревается естественно при помощи печки вот такая вот у меня проводка вот так вот такую вот сделал я и сам сам электрик сам все сделал всем кто меня слушал спасибо ставьте лайки подписывайтесь на канал делайте свои предложения что сделал правильно что неправильно всем желаю удачи до свидания